Молдова ещет страны! Ситуация, по большому счету, не изменилась. Режим остался тот же самый, тот режим, который мы называем режимом Плохотнюка. Он полностью контролирует и парламент, и правительство, и правоохранительные структуры, суды, прокуратуру. Он продолжает творить свой беспредел против гражданских активистов, против политической оппозиции. То есть в этом плане никаких-то положительных изменений в Молдове не произошло. И вот после некоторого перерыва впервые в этом году появилась вот эта гражданская инициатива выйти в памятнику Штефана Челмарии. И с одной стороны выразить как бы солидарность с протестами в Бухаресте, потому что там люди протестуют против коррумпированного правительства, против коррумпированных властей. И тех властей, которые являются румынскими партнерами кишиневских властей, вот этого самого режима Плохотнюка. Они, ну если можно сказать, там друзья или подельники, вот лучше сказать так. То есть они подельники. И если в Румынии пройдет, то сейчас уже непонятно, кто у кого учится. То есть Плохотнюк потренировался на Молдове, делится опытом с румынскими своими подельниками. Те сейчас пытаются провести какие-то коррупционные решения, освободить коррупционеров из тюрем. И Плохотнюка, и его румынских друзей консультируют одни и те же американские политтехнологи, фирма Подеста. То есть мы не можем оставаться равнодушными, потому что вот эти бандиты меняются опытом, значит и нормальные люди должны объединяться и протестовать против этого. И сегодня тоже, если это не партийный протест, собрались, фактически через соцсети был за сутки организован этот митинг, этот протест. Здесь есть и левые, и правые, и центристы поддержали и некоторые политические партии, но это не политический протест. Я думаю, что это такая первая ласточка, говорят, что первая ласточка не делает весны, но это такая первая ласточка в этом году, такой протест, за которым последуют и другие, и в конце концов мы добьемся изменений к лучшему у нас в Молдове. Дело в том, что на выборах президента Молдова буквально разорвала по вот этим геополитическим, спекулятивным каким-то вещам. Это очень плохо и для людей, и для страны, потому что это продолжает раскалывать наше общество, а в это время вот эти воры и бандиты продолжают творить свои грязные дела. Мы должны преодолеть этот раскол и независимо от национальности, каких-то политических, геополитических предпочтений, объединиться и однажды свергнуть этот режим и установить в Молдове в конце концов нормальную власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова